библейский портал экзегет.ру представляет 26 глава книги левит в переводе российского библейского общества я читаю для библейского портала экзегет книга левит собрание правил любые правила они бессмысленны без санкций за их нарушения ну а еще хорошо бы добавить награды за их соблюдение это договор завет понятие которое собственно разнозначно понять все договор договор между богом и его народом и правило не что иное как условия которые народ должен соблюдать но ответные условия и со стороны бога он их объявляет заранее любой договор начинается с того что договаривающиеся стороны определяют друг друга вот кто собственно договаривается да и 26 глава она тоже начинает с этого не делайте себе идолов не воздвигайте у себя ни из вояний не священных камней не ставьте на ваших земле камней с изображениями чтобы возле них совершать поклонение ибо я господь ваш бог соблюдайте мои субботы и чтите мое святилище я господь то есть не вступайте ни в какие отношения с другими божествами и духовными сущностями я господь это договор между мной и вами вы мои я ваш и что из этого вытекает но вот условия были даны очень подробно в председствующих главах а здесь что собственно будет за соблюдение нарушений лучше начать конечно с соблюдения если вы будете исполнять мои предписания тщательно соблюдать мои повеления то я буду в срок посылать вам дожди и земля будет давать урожай а деревья в поле приносить плоды не успеете вы обмолотить хлеб как настанет время сбора винограда не успеете собрать виноград придет пора сева сели обычно осенью потому что в той местности зимой выпадают дожди но вот весной собирали урожай а то что так долго будет длиться сбор винограда или хлеба означает что будет много да вы будете есть досад и жить на своей земле в безопасности я дам вашей стране мир когда вы ляжете спать никто вас не потревожит я удалю с вашей земли хищных зверей меч не будет опустошать вашу страну вы обратите врагов бегство они падут от вашего меча пятеро из вас обратят бегство сотню а обратит бегство 10 тысяч враги ваши падут от вашего меча благополучия с урожаем благополучия с миром я буду к вам благосклонен я сделаю вас плодовитыми и многочисленными я буду исполнять мой договор с вами не успеете вы съесть старые запасы как вам придется выбросить их чтобы освободить место для нового урожая жилище мое будет среди вас я не буду гнушаться вами я буду пребывать среди вас я буду вашим богом а вы моим народом я господь ваш бог который вывел вас из египта чтобы вы не были рабами египтян я сокрушил ваше ермо чтобы вы ходили выпрямившись еще раз он напоминает о том почему собственно говоря этот договор заключен и в каких отношениях они были до того я вывел вас из египта вы уже убедились что я могу это сделать поэтому мы договариваемся о дальнейшем но что будет в случае не соблюдения но если вы не будете меня слушаться не станете исполнять все эти повеления если вы отвергнете мои законы и станете гнушаться моими предписаниями если вы не будете исполнять все мои повеления нарушите договор со мной знаете что я сделаю с вами я нашли на вас ужас чахотку и горячку глаза ваши померкнут душа ваша измучается вы посеете семена да напрасно хлеб съедят ваши враги я обращу против вас мой гнев враги победят вас недруги будут господствовать над вами и будете вы бежать без оглядки хотя никто не гонится за вами ну понятно вот еще очень интересно здесь не столько даже военная победа сколько моральное поражение которое наносится либо врагам израильтян либо наоборот врагами израильтянам да то есть люди бегут без оглядки хотя никто не гонится если вы после этого не станете меня слушаться я семикратно покараю вас за ваши грехи я сломлю вашу упрямую надменность я сделаю так что небо над вами будет как железо земля под вами как медь то есть бесплодно горячим сухи вы истратите все силы понапрасну ваша земля не даст урожай а деревья не принесут плодов а если вы после этого будете идти против меня не захотите меня слушаться я всемиро увеличу кару за ваши грехи я пошлю на вас диких зверей которые погубят ваших детей уничтожит ваш скот и вас будет становиться все меньше и меньше дороги ваши опустеют а если вы и после этого у меня ничему не научитесь и будете по-прежнему идти против меня то я буду идти против вас я вас семикратно покараю за ваши грехи я пошлю на вас меч чтобы отомстить вам за нарушение договора а когда вы укроетесь в своих городах я пошлю на вас мор и вы окажетесь в руках врагов я лишу вас хлеба чтобы печь хлеб десяти женщинам и одной печи хватит хлеб вам будут на весах отвешивать поев останетесь голодными но понятно ужасы осады войны еще интересно что здесь все время если вы будете дальше упорствовать да то есть эти наказания приходят не сразу начинается с более мягких а потом уже посерьезнее если же вы после этого не станете слушаться меня и по-прежнему будете идти против меня то и я пойду против вас в ярости и семикратно вас покараю за ваши грехи вы будете есть плоть своих сыновей и дочерей я разрушу ваши святилища и уничтожу ваши кумирни ваши трупы будут валяться в перемешку смертвичины перенесенные вашим идолом вы будете мне отвратительны ваши города и обращу в руины святилище ваши опустошую не захочу вдыхать дым ваших жертвоприношений я опустошу эту землю так что ваши враги которые придут селиться на ней содрогнуться я россию вас среди народов и обнажу меч чтобы гнать вас ваша страна опустеет а города ваши превратятся в руины и возместит земля свои субботние годы субботние годы я напомню то есть семь лет проходит и седьмой год субботние когда не нужно собирать урожай не нужно обрабатывать землю и просто можно есть то что вырастет само да соответственно если они это нарушат то земля будет отдыхать и возмещать субботние годы останется необработанной в течение какого-то количества лет все то время пока будет длиться это запустение земля будет отдыхать за те субботние годы которые выжили на ней она не отдыхала но опять-таки такое экологическое говоря современным языком мышление да то есть землю нельзя эксплуатировать вот выжимать досоха нужно давать ей тоже возможность отдохнуть природа собственно говоря они просто земля а те немногие из вас кто уцелит и будут они жить в овражеской стране и в сердце я поселю страх за шуршит лист и они побегут будут бежать словно от меча упадут хотя никто и не гонится за ними они бросится бежать словно от меча сбивая друг друга с ног а за ними никто не гонится вы не сможете сопротивляться врагам и погибнете среди чужих народов земля ваших врагов поглотит вас те немногие из вас кто уцелеет стране врагов «За грехи отцов своих сгниют они заживо». «Но если признают свою вину и вину отцов своих, то, что они совершали преступление против меня, и шли против меня, из-за чего я пошел против них и изгнал их в сторону врагов, если их необрезанное сердце смирится, и они искупят свою вину, то я вспомню мой договор с Иаковом, вспомню мой договор с Исааком, мой договор с Авраамом, вспомню об этой земле». То есть, одновременно есть возможность все изменить, вернуться к тому договору, который они оставили, и эта возможность остается всегда, даже после тяжелых наказаний и бедствий. Когда эта земля будет оставлена ими, то она, будучи безлюдной, возместит свои субботние годы. Снова, как бы даже и земля участник договора, она не просто предмет договора, она передается, но она участник, она должна тоже свои какие-то гарантии получить. «Возместит свои субботние годы, пока они будут искупать свою вину, ведь они отвергли мои законы, предписаниями моими гнушались. Но, несмотря на это, когда они будут в стороне врагов, я не отвергну их и не буду гнушаться ими, я не уничтожу их, не отменю мой договор с ними, ибо я Господь и их Бог. Я вспомню договор с их предками, которых я вывел из Египта, на глазах у народов, чтобы быть их Богом. Я Господь». Таковы предписания, законы и правила, которые Господь дал сынам, Израилевым, через Моисея на горе Синай. Ну вот, понятная мысль, то есть наказание и благословение приходят в зависимости от поведения израильтян. Я даже не думаю, что здесь нужно это подробно комментировать. Уже ближе к концу книги все вроде бы должно этим заканчиваться. Но будет еще одна 27 глава, как бы примечание. Вот тоже договор, а в нем есть всякие такие пункты, которые разъясняют мелкие детали. Это будет 27 глава.